Добрый вечер, дорогие друзья! До начала матча Лиги чемпионов, в котором питерский зенит примет обескровленный коронавирусом бельгийский клуб Брюге, остаются считанные часы. И хотя за зенит не будут играть Малком и Дуглас Сантос, потери Брюге куда более весомее. И естественно напрашивается вопрос, если не бельгийцев, то кого? Поэтому о победителя вопрос даже не стоит, конечно голевой феерии ждать не приходится, но кто знает. Сегодня перед этим ответственным матчем я задался решить одну маленькую задачу, а именно чем же взял тренерский штаб зенита и сборной России Артем Дзюба, этот не побоюсь сказать гигант, прекрасно играющий головой и обладающий неплохим голевым чутьем. И почему же его никогда практически не меняют? Сборная России по футболу это в последнее время что-то с чем-то. Ну вот честно, не могу смотреть на происходящее без боли, а если конкретно, то на потуге нашей доблестной футбольной сборной, состоящей наполовину из пенсионеров, создать в атаке что-либо мало-мальски достойное, кроме как навесы на Дзюбу, а там дальше хоть трава не расти. Ну вот честно, уже каждая домохозяйка, пенсионеры у подъезда. Да и несовершеннолетние дети знают о том, что Дзюба в силу своих габаритов не в состоянии поддерживать высокий темп игры на протяжении всех 90 минут в матче, и его надо обязательно менять ориентировочно на 70-й минуте, а то и раньше. Ну это же элементарно и не надо быть для этого тренером сборной России по футболу. Таранного типа игроки редко когда отыгрывают матч полностью, и их в основном всегда меняют тренеры в середине второго тайма, и они потом не обижаются и не швыряют капитанскую повязку от досады, что их меняют. Понятно, что креативных футболистов в центре поля наподобие Головина или Алексея Миранчука в нашей сборной мало. Вот и приходится прибегать к тактике забросов на капитана сборной, в надежде что он выиграет борьбу в воздухе и продолжит развитие атаки. К этой бесхитростной тактике прибегает Сергей Семак в зените. Того же самого придерживается Станислав Саламович в сборной России. Нет, конечно же в игре сборной бывают проблески комбинационной игры, но это скорее исключение из правил. А теперь хотелось бы разобраться почему собственно Черчесов не меняет своего капитана, обрекая нападение сборной на голодный паёк, ибо видно невооруженным глазом, что Дзюба к концу матча ходит практически шагом, что не позволяет к примеру реализовать успешную тактику прессинга защитников команды противника. Первая причина — это сложившийся в последнее время образ Артёма Дзюбы как некоего былиного героя, непререкаемого авторитета сборной, особенно после окончания домашнего чемпионата мира по футболу. Ну как такого авторитета поменяешь? Тем более Артём очень негативно реагирует на свою замену, не скрывая чувств при этом. Так ведь можно и под горячую руку великана попасть после матча. Где-нибудь в подтрибунном помещении. Вторая причина — это некая установившаяся связь между капитаном сборной и её тренером. Давайте назовём это симпатией. Чтобы это понять, надо просто посмотреть кому обращает свой знаменитый жест ладонью Артём после забитого гола. Именно тренеру сборной. Про конфликт Дзюбы и Соболева и отношения к этому Черчесова я не говорю, но думаю не стоило выносить отношения между футболистами на широкую публику. Третья причина — кто бы что не говорил про Дзюбу, но он своё дело исправно делает, забивая и, что самое главное, ассистируя партнёрам. И оправдывает своё предназначение таранного форварда. Тут главный тренер сборной наверно придерживается смысла пословицы — от добра добра они ищут. Ну и четвёртая причина — самое что ни на есть прозаическое. Ну нет у нас в сборной хороших нападающих. Безусловно, есть форварды, подающие надежды, но нужна большая игровая практика, особенно при игре на уровне сборных. И вот тут я возвращаюсь к основной теме моего рассуждения, почему бы не давать шанс другим нападающим, меняя Артёма во втором тайме. Тем более в товарниках, где как раз таки и должны опробоваться молодые и подающие надежды футболисты. Думаю, что у Станислава Саламовича своё видение этого вопроса, и мы многое не знаем. Но так хочется увидеть по-настоящему креативную заводную и искромётную игру сборной России по футболу, по которой мы, признаюсь, порой скучаем. Жду ваших комментариев по данному вопросу, мне будет очень приятно. Спасибо, что были со мной, подписывайтесь на мой канал, вы будете в курсе всех самых последних событий в России, мире и мире большого спорта. С уважением, Ренат.